Добрый день дорогие друзья добрый день уважаемые радиослушатели в эфире интернет-портал радио центра Сангейтс сегодня у нас 27 марта ну и те кто соблюдают праздники сегодня христианская пасха католическая пасха ну а на связи у нас как всегда в этот день по воскресеньям 4 часа дня по времени города москва чикаго у нас еще только 8 утра ну и мы начинаем программу которая называется кабинет астролога и на связи у нас минск беларусь василина мицкевич которые сейчас нам расскажет что неделя грядущая нам готовит я хотел бы только сказать о том что по предыдущему прогнозу который был на прошлой неделе ну достаточно это было объективно во первых ну во вторых как объективно то есть действительно предупреждала что возможны какие-то теракты что в общем-то и было в брюсселе наблюдалась повышенная активность негативная активность в воздухе о чем как раз предупреждала василина ну и в экономической позиции и психологический фактор который привел к тому что нефть у нас начали пошла вверх потом пошла вниз а индексы потому что все-таки террористический акт действительно был в брюсселе индексы пошли вниз ну и теперь слово василине здравствуйте василина ну и добавьте или поправьте меня что было что сбылось что не сбылось спасибо да я здесь здравствуйте здравствуйте радиослушатели рада вновь по воскресеньям со всеми с вами встретиться на самом деле я не предупреждала о том что может произойти террористический акт но цитирую как бы свои слова я предупредила что вторник и среда очень напряженные дни для авиаперевозчиков но вот как раз теракт и произошел в аэропорту и после чего прекратились полеты между европой россии и другие тоже рейсы отменили то есть те люди которые взяли билеты наверное полетели с опозданием а боялись очень то есть это тоже конечно отразилось именно на авиаперевозчиков но и конечно потеряли авиаперевозчики конечно долю какую-то своего капитала да это было но что еще про психологический фактор я как-то боялась говорить о каких-то взрывах заикнулась слова это слово это произнесла что психологическим фактором может являться а взрыв какой-либо но не отметила где не отметила когда но в общем то это произошло оно надо сказать что накануне председатель опек очень позитивно высказался и по поводу нефти и по поводу ситуации экономической а что позитивно сказалось в понедельник будет позитивно сказалось на рынке но взрыв изменил ситуацию на противоположную то есть я бы хотела сказать чтобы люди понимали на этом взрыве сразу после этого взрыва погибли люди трагедия страшная трагедия но на нем заработали деньги то есть те же террористы они могли в этот момент как бы вкладывать свои деньги знать заранее на что произойдет падение евро индексов и прочих там каких-то факторов что все рухнет и это огромные суммы это миллиарды наверное долларов я так думаю которые опять пойдут на следующие террористические акты то есть эта ситуация нехорошая когда на развороте а мы ждали что сработает психологический фактор на развороте произошло такое событие значит стоит европейцам опасаться и дальше подобных повторений то есть это нехорошо деньги они заработали террористы и опять эти же деньги они будут вкладывать не только в свое обогащение но и в другие такие же события поэтому я не хотела бы говорить что жизнь у нас будет радужная и что все теперь будет хорошо что на этом . нет нужно соблюдать осторожность того что специальные службы должны следить за ситуацией каждый человек должен оглянуться и посмотреть кто рядом с ним нет ли каких-то сумок нет ли каких-то предметов посторонних все это необходимо вот повысить вот этот порог свой расслабленные спокойные жители европы все было хорошо а теперь нужно соблюдать осторожность теперь нужно смотреть что на каждом шагу может оказаться какая-то коробочка там где-то в том же аэропорту в самолете в троллейбусе но это там в автобусе то есть нужно ну а по поводу экономического прогноза дата если бы не это событие то наверное майкл сказал бы вот предположительно чтобы происходило на рынке если бы не это событие то есть как профессионал может прокомментировать майкл ну вот я сначала попугала сказать что неделя следующая неделя она более менее спокойный наконец то то есть таких серьезных событий не предвидится никаких авиакатастроф хотя напряженная ситуация в воздухе по-прежнему сохраняется то есть какие-то мелкие неполадки в воздухе проблемы в аэропортах все это еще две недели будет происходить я в апреле там отмечу еще две даты а но пока на этой неделе ничего чрезвычайного нету нет и таких показателей что произойдет какой-то глава серьезный террористический акт то есть конечно мы видим что таких странах где ведутся боевые действия это происходит ежедневно но таких серьезных событий на этой неделе быть не должно очень много гармоничных позитивных аспектов отмечу понедельник и вторник в этот день наверное и аппетит у многих появится несмотря на пост но это видимо связано с тем что закончился пост католический у вас же там тоже видимо пост но вот как-то повлияет наверное и на православных появится чувство голода проявится аппетит поэтому можно овощей и фруктов побольше в этот день но и будет желание наверное походить по магазинам потратиться именно в этот день настроение должно быть хорошее день очень позитивный но и в экономике тоже день довольно позитивные какие-то будут позитивные высказывания поднимется наверное сырьевой индекс и сырьевые индексы других стран то есть у нас же только европа не работает да а у нас есть еще китай и япония россия в конце концов то есть в этот день тоже будут работать рынке но таких глобальных изменений происходить не должно понедельник и скорбь но нас на следующие дни до среда четверг пятница в эти дни больше наверное будет тоже говорится о людях позитивных а удачливых о спортсменах которым повезло очень сильно которые завоевали что-то но я думаю будут освещаться события в сирии и будут отмечаться отдельные личности скорее всего из офицерского состава которые смогли взять пальмиру мы узнаем о ком-то конкретно но и вторая часть экономическая мы знаю узнаем о людях которые заработали деньги ну наверное опираясь на счастливый случай вот вот такие темы и простым людям в этот день можно попытать счастье кто чувствует что ему может повезти и кто знает что в жизни не раз везло в прошлом то в эти дни тоже можно попытать счастье в конце концов вот перейденный билет приобрести это четверг пятница суббота но на этой неделе ничего такого неблагоприятного нет единственное что мы входим в такой месяц то есть четыре недели будут когда нужно быть аккуратнее с лекарствами есть есть опасность передозировки есть опасность но может быть передозировки наркозы или опасность от наркоза для тех кто делает операции в это же время нужно осторожнее быть тем кто проживает возле химических предприятий ну и нежелательно в это время родниковую воду пить потому что где-то предприятие может находиться за 50 километров а родниковые там грунтовые воды могут оказаться в колодце в роднике который протекает возле там вашего дома поэтому нужно к воде осторожнее но и мы постимся до сих пор православные поэтому нужно беречь свой опорно-двигательный аппарат это шанс улучшить свое состояние как-то подлечить позвоночники у которой которые наверное у всех за редким исключением страдают от сидячего образа жизни от неправильного школьного воспитания всем этим можно заниматься пока мы постимся эффект будет гораздо выше чем когда мы едим много мяса и когда мы излишествуем но самое главное это образ мысли вы помните какой-то из передач мы говорили что центральная нервная система запускает программу которая может излечить от всего даже перепрограммировать днк убрать какие-то плохие заболевания если вам говорят что у вас наследственный фактор то есть даже это можно убрать если запустить правильную программу что это значит вот мы там 40 50 лет мучили свой позвоночник и мы хотим в одночасье там за неделю за 2 этот позвоночник восстановить это нереально нужно рассчитывать что в течение года как минимум года вы будете заниматься своим позвоночником это первая задача на каждом шагу каждое движение каждая ложка съеденного там какого-то обеда она должна идти на пользу позвоночника никогда не расслабляемся мы думаем о том что мы лечим то что у нас будет здоровый позвоночник вот таким образом программа запускается но и такие конкретные практические вещи вот мы привыкли думать что для позвоночника нужен кальций ну вот нам рекомендуют врачи идите в аптеку купите кальций d3 можно хоть тонну этого кальция d3 выпить это совершенно бесполезно за известку эти только сосуды организм это не пойдет на пользу почки хуже станут работать это неорганический неестественный кальций он совершенно бесполезен это во первых но и позвоночник кости наши состоят не из кальция основой позвоночника основой кости является сера и кремний поэтому в нашем рационе в первую очередь должна быть сера продукты которые серу содержит а конкретно могу сказать это яичный желток сера яичный желток и кремний кремний содержится в рисе то есть каждый день 100 грамм рисовой каши впрочем так питаются японцы но и китайцы это нормально съедать 100 грамм риса в день поэтому у них у всех продолжительной жизни намного выше чем у нас запомнили да рис и яичный желток но вегетарианцы конечно все могут взять в меньшем количестве будут испытывать недостаток если будут там люцерну свою кушать из тут немножко не хватит без риса и без желтка наверное тут не обойдешься но и прежде чем вот на такую диету садится желток и рис нужно употреблять ферменты ферменты нужны для того чтобы убрать ненужное мертвое загнивающие они чистят организм а ферменты растительные содержатся в растительной сырой пище это салатики наши морковка капуста вот поэтому нужно чтобы были сырые овощи сырые фрукты потом желток потом рис но а кальций органический можно взять например в той же кильке в томатном соусе пользы будет больше если вы купите там кальций до 3 в аптеке если есть у кого-то в аптечке можете сразу выбрасывать а килька в томатном соусе принесет больше пользы потому что там кости рыбьи есть можно конечно там испутасол надрать костей можно лить яичную скорлупу но она довольно тяжелая для организма тяжело усваивается но и не забывать каждый день делать гимнастику для позвоночника не на изгиб позвоночника а на вытяжение то есть это турник турник больше пользы вам принесет чем если вы будете гнуть в разные стороны свой несчастный позвоночник можете согнуться и не разогнуться если это вредные упражнения особенно для больного позвоночника а у нас скорее всего позвоночники больные на самом деле американский континент на этой неделе выглядит довольно неплохо очень хорошо выглядит восточное побережье в понедельник вторник но исключение только в калифорнии по калифорнии сейчас идут понедельник вторник среда такие напряженные проекции по европе тоже нехорошие начало недели греция германия восточная германия чехия и к и середина и конец недели италия очень нехорошо смотрится но сама по себе неделя довольно неплохая думаю что если что-то и произойдет то это будет не слишком значимая не там не будет таких колоссальных разрушений вот очень неплохо смотрится москва позитивная видимо динамика и в сирии тюмень здорово смотрится а это говорит о том что понедельник вторник цена на нефть подрастет если то хороший такой рыночный день понедельник и вторник у вас у вас наверное открытие биржи вот начнется то есть биржа в америке открывается когда у нас уже вечер у нас закрывается вот с этого момента очень хорошая динамика по нефти и по евро и по евро да да именно в первые два дня недели но а дальше заглядывая вперед евро начинает сначала плавно а потом существенно снижаться я думаю что весь апрель евро вниз весь весь месяц так что для евро это самые главные дни такие понедельник и вторник а потом плавное и даже более чем плавное такой прыжок в глубину куда-то в конце апреля во второй половине апреля так что у доллара просто сейчас позиция великолепная очень крепкая валюта на сегодняшний день именно доллар ну вот все хорошо у нас на валютных рынках на валютные биржи проверим как оно будет идти на самом деле василина является консультантом компании далтик президентом которой я являюсь и это образовательная в общем-то академия трейдинга и далтик является официальным партнером одной из крупнейших корпораций в мире брокерских корпораций в мире ниндзя трейдер но и это очень важный момент потому что есть люди которые принимают участие в торгах на бирже и на самом деле прогнозы эти очень и очень помогают особенно если технические показатели совпадают именно с этими прогнозами поэтому василина огромное вам спасибо ну и до новых встреч дорогие друзья благодарю вас что вы были вместе с нами в эфире и наши программы всегда можно смотреть на фейсбук это sun gates radio . ком и на ю тюбе sun gates radio через дефис через тире ар английская рашин русский на русском языке поэтому подписывайтесь на наш канал и вы будете получать уведомления о всех программах которые мы ведем в прямом эфире повторяю это не записи это живой эфир ну а то что в промежутках так скажем ну это действительно записи ну если у вас есть какие-то комментарии если есть какие-то вопросы наш skype sun gates 108 стали добавляться люди я вижу уже стали задавать вопросы и надо сказать что многим нравится наша программа это говорит о том что все таки это полезная информация правильная примененная информация на является действительно полезным и она может каким-то образом помочь нам в нашем пути по той самой реке жизни по которой мы все с вами плывем дорогие друзья всех вас с воскресеньем всех вас с паской кто отмечает этот праздник и до новых встреч в эфире с вами был интернет портал радио центра sun gates меня зовут михаил майкл мелихов я являюсь руководителем этого центра sun gates радио также и будем встречаться и дальше спасибо